Контроль за реализацией майских указов президента Путина, вопросы благоустройства и подготовка к новому учебному году стали одним из основных тем во время рабочего визита главы региона в Вишкаемский район. Началась же поездка Сергея Морозова с посещения поселка Чуфарова, где временно исполняющий обязанности губернатора ознакомился с реализацией программы переселения из аварийного фонда. Совсем скоро они переедут в новые отремонтированные квартиры в родном Чуфарова, а сейчас жители полуразрушенного дома могут увидеть будущее жилье и поделиться своей радостью. Всего на решение вопросов с расселением многоквартирного дома в этом населенном пункте потратили 25 миллионов бюджетных рублей. Если говорить в целом, то по планам на 2016 по области должны расселить 12 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. Уже на сегодня годовой план выполнен примерно на 80 процентов. И три многоквартирных жилых домов на сегодняшний день мы также аварийно признаны Вишками. На сегодняшний день одну квартиру уже купили и переселили. И на 17 квартир заключили договор для его строительства. И в целом программу переселения в Ульяновской области губернаторам дано поручение завершить 1 июля 2017 года. По нашим планам мы данную программу завершим. Большое внимание благоустройству населенных пунктов. Сергей Морозов общается с жителями, а потом на аппаратном совещании в районной администрации обращает внимание чиновников на проблемы с требованием найти решение как можно скорее. Сегодня Андрей Сергеевич пролезал по дороге от Востериня в сторону Чуфарова. Находится в самом таком вот ужасном состоянии, я понимаю, с таким чувством возмущения ездит. Поэтому я просил бы вас внимательно посмотреть на эту дорогу. Нельзя в зиму уходить с такой дороги. До начала нового учебного года времени еще меньше. А потому вопросы готовности учебных заведений на особом контроле. Вот село Каргина. Здесь на ремонт спортзала уйдет полтора миллиона рублей. Средства выделены в рамках федеральной программы по ремонту спортивных залов в сельских школах. Работы в самом разгаре. Сергей Морозов при этом просит ускорить ремонт, чтобы гарантированно успеть до первого сентября. Местные власти заверяют. Все будет готово. Тем более, что спортзал в селе востребован не только у школьников. Мы планируем с ремонтом спортивного зала привлечь сюда большое количество наших жителей. Мы планируем, что в нашем спортивном зале будут заниматься и ребятишки из детского сада «Колосок». То есть работа предстоит во всех направлениях очень большая. А это райцентр, школа номер два. Здесь обсуждается не только ремонт, а школа освоила уже более миллиона рублей и скоро пройдет приемку, но и благоустройство. На территории учебного заведения своя аллея славы. С одной стороны на баннерах портреты вишкаймцев, которые удостоены звания Герой Советского Союза или других высоких наград. С другой небольшие портреты родственников нынешних учеников и педагогов, сражавшихся на полях Великой Отечественной. Своеобразный бессмертный полк. Вот каждый день в школу и из школы проходит 700 детей. Значит, каждый божий день они по дороге из школы и в школу встречаются с своими родными, с теми людьми, кто посвятил свою жизнь ихому счастью. Сергей Морозов отметил идею вишкаймцев и рекомендовал использовать этот опыт и в других школах. А данное учебное заведение могут наградить на областном уровне за патриотическую работу и гражданскую позицию. Игорь Кранцев, Герман Баранов, Вести Ульяновск, Вишкаймский район.